Слава Богу! Рад видеть всех и присутствовать в собрании, и поделиться тем, что Бог положил на сердце. Моё сегодняшнее послание будет называться «Возлюби ближнего своего». Знаете, и... Как вы думаете, жизнь, которая угодна Богу, это какая жизнь? Я думаю, чтобы наша любовь была искренней. Мы здесь все собрались, верующие, христиане. Мы здесь каждый знаем Бога. Но вот вопрос только, насколько мы Его знаем. Насколько мы Его впустили в своё сердце и в свой дом. Знаете, я думаю, есть люди, которые держат Бога на пороге. Иногда Его впускают, когда что-то нужно. Есть те, кто впустили на порог и иногда открывают какие-то свои комнаты, но при этом держат остальные запертыми, потому что неудобно, может, по каким-то причинам. Я хочу просто сказать, что учение Христа построено на двух заповедях. Это заповедь Марка, 12 глава, 30 и 31 стих. Я прочитаю их. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, люби Бога твоего всей душой твою, всем разумом твоим и всеми силами твоими». И вторая заповедь – это «Возлюби ближнего твоего как самого себя». Знаете, и моё послание сегодня на вторую заповедь – «Возлюби ближнего как самого себя». Но оно не может быть, не состоявшись с первой заповедью, не познав Бога, не приняв Бога и не возлюбив Бога. Потому что только когда мы сможем познать Бога и впустить Его в своё сердце, только тогда мы сможем научиться любить кого-то. И если мы научимся любить и жить, исполняя Божьи повеления, я думаю, нам станет проще жить самим для себя. Нам не нужно будет тратить время на всякие споры, на всякие вопросы, трудности. Знаете, Бог ещё в Левитом сказал в 19 главе, в 18 стихе, что нам нужно научиться любить ближнего как самого себя. И я недавно общался с другом, и у нас такой разговор зашёл. Почему происходит в отношениях с Богом какой-то прорыв или яма? И я у него спрашиваю. Вот общаешься с людьми, которые в Боге вроде бы 20 лет, 10 лет, и они рассказывают лишь начало своего пути, когда они познакомились с Богом, какие Бог являлся чудеса, исцеления. Но потом какой-то промежуток 20-летний, и казалось бы, вроде бы Бог ничего не являет. Нету ни исцеления, нету ни чудес каких-то. И я спрашиваю своего друга, почему так происходит? Неужели Бог не хочет действовать в жизни? Знаете, он так, я думаю, мудро ответил мне. Он говорит, ну у тебя же есть жена. Я говорю, ну есть, конечно. Вот ты как её знаешь? Я говорю, ну как хорошая хозяйка, как хорошо воспитывает детей, любящая. Ну всё, я говорю, ну там ещё какие-то, может, есть моменты. Вот он говорит, ты вот эти все моменты знаешь и готов всем поделиться, вот только что ты знаешь. Ну, а дальше ты идёшь узнавать? Может, она любит на коньках кататься? Может, она любит ходить в театр? Ну, тебе дальше интересно, какая твоя жена? Я говорю, ну да, конечно, интересно. Он говорит, так же и вопросы с Богом. Если ты хочешь что-то идти дальше какие-то, чтобы не было этих прорывов, пустот в этом, нужно идти познавать, нужно узнавать, какой Бог и строить с Ним отношения. Знаете, всё Писание Христа построено, на чём оно построено? На любви друг к другу. Это и есть сердце христианства. Знаете, и большинство, вот, я думаю, у каждого есть знакомые там, или и много кто в церкви. Я и сам когда-то с православной церкви, вот Бог призвал дальше идти как-то. И у нас у всех есть знакомые, которые другой динаминации, другой, может, католические или там православные. И мы сейчас там по предмету проходили мировые религии, вот тоже там были такие умные мысли, что, знаете, можно взять этот меч и сбить этого человека, допустим, там какой-то другой веры, зачитать ему второзаконие, что он будет проклят за все свои дела. Но чего мы добьёмся? Услышит ли этот человек нас? Изменятся ли его взгляды к Богу? Или мы создадим просто пропасть? Проявим ли мы любовь к этим людям? Я думаю, что если у нас Дух Божий живёт, разве он не в силе исправить этого человека, если тот человек на самом деле в заблуждении? Я думаю, в силе. Просто нужно довериться. И проявлять эту любовь к Богу. Лука 6.32. Если любите любящих вас, какая вам за это благодарность? Римлянам 12.20. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Павел здесь пишет о врагах. Накорми его, напои. И это говорится о врагах. Что мы тогда должны делать для ближнего? Друзья, я думаю, что Бог хочет побудить вас и меня к любви. И всё Писание, всё учение построено на любви, на любви друг к другу. Любить, конечно, это трудно. Исполнить братолюбие. Любовь как-то другу. Это сложно. Этому надо учиться. Это процесс. И можно проходить всю жизнь в церковь, но не иметь ни любви ни в себе, ни любви к ближнему. Знаете, я зачитаю ещё притчу. Это Лука, 10 глава, с 30 стиха. Один человек шёл из Иерусалима в Верихон. По дороге на него напали разбойники, которые раздели его, избили до полусмерти и ушли. Случайно по той же дороге проходил священник. И, увидев этого человека, прошёл мимо. По другой стороне дороги. Так же поступил и левит. Дойдя до этого места и увидев пострадавшего, он обошёл его стороной. Но вот к тому месту, где он лежал, подошёл проезжавший мимо самарянин. Он увидел беднягу и сжалился над ним. Он подошёл и перевязал его раны. Промыв их маслом и винов, затем он посадил пострадавшего на своего осла, привёз его в гостиницу, и там ещё ухаживал за ним. На следующий день он дал хозяину гостиницы два динария и сказал, «Присмотри за ним, а когда я буду возвращаться, то оплачу все дополнительные расходы». Кто из этих трёх был по-твоему ближнему человеку? Кто из этих трёх был по-твоему ближний человеку, пострадавшему от рук разбойников? Знаете, я хочу, чтобы мы все постарались представить такую картину. Только не то, что мы добрый самарянин. Мы уже слышали много проповедей на эту тему. Но мы представили, что мы этот человек, который попал под руки этих разбойников. И ты лежишь весь в ранах, в проблемах, в заботах. И приходит Бог, добрый самарянин, приходит к тебе, проявляет любовь к тебе, смывает твои раны, даёт тебе исцеление, перевязывает их, поднимает тебе на руки и даёт тебе новую одежду. Друзья, если мы не поймём, как сильно тебя любит Бог, мы никогда не сможем по-настоящему любить. Знаете, и Богу не нужна наша любовь взамен. Я думаю, Бог хочет, чтобы мы приняли Его любовь. И когда мы принимаем эту любовь, тогда мы научимся делать добродетель. И тогда мы сможем сказать, что уже не я живу, а живёт во мне Христос. Пусть Бог вас благословит. И пусть сегодня мы не уйдём с этого места пустыми. Пусть в наших сердцах произойдёт какое-то изменение в любви к ближнему, в любви к Богу. Давайте помолимся, понуждаемся в Боге. Пусть процедура